На самом деле свечей на этом торте должно быть в сто раз больше. Юбилей отмечает Александр Яковлевич Кузин. Основатель школы авиаторов «Высота», ветеран Великой Отечественной войны и просто хороший человек. Кстати, про сто свечей это не оговорка. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Александр Яковлевич, держите, это вам. А вы будете задувать сразу? Давайте сразу задуем. Наш телеканал одним из первых пришел поздравить ветерана. Рожденный в переломной для России 1917 год, наш герой пережил со своей страной очень многое. Живой учебник истории. Начиная, значит, с революции. Да, да, да. Вот, с гражданской войны, с голодом, засуха, по волосе умирали. Ну, это уже по рассказу, конечно. А дальше идет, значит, быстренько, коллективизация, индустриализация. В индустриализации я уже участвовал, то есть я работал уже. Вспоминает, как жили тогда, в его молодость, говорит, было тяжело, но весело. И люди другие были, как у поэта Маяковского. Гвозди бы делать из этих людей, крепче б не было в мире гвозди. Великая Отечественная война – отдельная страница воспоминаний. Александр Яковлевич – летчик-истребитель, летал на 30 типах самолетов. И до сих пор радуется, как мальчишка, вспоминая о крылатых машинах. Я летал и на И-15, и на «Чайке», и на И-16. И-16 – это игрушечка такая. Так? Вот. Где-то хотел показать вам. Такая игрушечка. Садисты, да? Сзади костыль, маленькие крылышки. Мотор, значит, воздушного охлаждения. Скорость – 300 километров, а у немцев в это время 500 уже было. Но сами воспоминания о Великой Отечественной войне даются юбиляру тяжело. Нет, он ничего не забыл. Наоборот, слишком хорошо все помнит. Ой, это как еще не зажившую болячку, понимаешь, соли засыпать. Никогда не забудешь. До смерти не забудешь. Не забудет Александр Яковлевич и этот день. Родные и близкие со всей страны приехали, чтобы поздравить любимого деда. Сложно представить, но даже у его внуков уже есть свои внуки. Бедуречка. Я не видела, да? Слушай, я лет не видела, да? Ой, мы туда. А тут вроде я недавно видела, а не узнал. Просто не узнал, все ты его узнал. Просто волнуешься? Нет. Вот, смотри, какая поросль густая пошла. Вот, это вы прапрадедушка. Прапрадедушка. Да. Поняла, Миланочка? Вот, смотри. Видишь, какой у нас дедушка? Видишь, какой у него медалик? Вот, он на самолете летал. Да, он нашу Родину защищал, чтобы вы сейчас вот так вот мирно жили. Когда жить до 100 лет, секрет прост – закаляться. Только непривычными обливаниями холодной водой. Александра Яковлевича закаляла сама жизнь. О голодном младенчестве знает по рассказам сестры. Вот, говорит, я достану картошки, эту картошку намнем, в тряпицу вложим и тебе как соску в рот. Здоровая пища. Ну, как вот тут скажешь, от этого я, значит, живу. Конечно. Зато теперь все иначе, но совсем не так, как хотелось бы его военному поколению. Вот сейчас эта передача, политические передачи, и думаешь, черт возьми, ну вот чего нужно людям? И вспоминаешь сказку Пушкина о рыбке и рыбаке. И вот думаю, вот старая дура, и уже все левела. Нет, она захотела, чтобы лично ей рыбка золотая служила. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.